В гостях у нас, друзья, группа, которая является участником отборочного тура Ростовского фестиваля живого звука, фестиваля рока Ростов... R&D Live 2014. Доброе утро. Группа МК-60. Привет, привет. Привет. И, естественно, наш фактически соведущий пятничного эфира. Представляй. А почему я сразу? Ну, представляй. Поляков Александр. Молодец. Александр Поляков, рада вас видеть. Доброе утро. Кстати, сразу поздравляем с прошедшим днём рождения. Большое спасибо. Ну, об этом чуть попозже отметим обязательно, а сейчас у нас звоночек. Ну, быстро, мы быстро разберёмся. Алло, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Как зовут вас? Максим. Максим вернулся. Мы зазвонились. Максим, дождитесь до конца всё-таки, не срывайтесь. Максим, концерт L1 в КСК-экспресс. Всё или ничего, два билета сейчас можете забрать у нас, если ответите на один простой вопрос. Готовы? Да, да. Когда состоится концерт? Через два дня. Сегодня? Ну, вы быстрый какой. Нет, через два дня. Через два дня. Нет, Максим, давайте я вам немножко подскажу, но не сильно. 29 лет исполнилось L1, 9 октября. И за пять, за пять дней до количества концертов у него и концерт сам. 9 за 5. Ну, получается, 4 числа. 29 концертов. А, 24. Ну, какой вопрос такой ответ? Нет, правильно, правильно, два билета на концерт L1, который состоится 24 октября в 19.00. Максим, они ваши, всё, мне кажется, надо радоваться уже. Забрать их можно по адресу проспект Кировский, 40А, 9 этаж, бизнес-центр Кристалл. Ну, забирайте, идите на концерт, веселитесь, и потом нам расскажете обязательно, ну, мы надеемся. С вами там увидимся обязательно. Вот видите, как у нас весело бывает. Самое главное, не только Максиму доставлять удовольствие, сейчас будем доставлять удовольствие всем нашим зрителям, поскольку переходим непосредственно к нашим гостям. Так, доброе утро. Александр, ну, рассказывайте, кто у нас сегодня в гостях. Сегодня группа МК-60, они уже прошли в полуфинал. Поздравляем вас. Они участвовали в прошлом туре. Завтра состоится третий тур в клубе «Стереобаза» в 6 часов, как обычно. Как обычно. Не пропустите, я была полностью весь концерт в позапрошлую субботу. Второй тур, когда был. Да, в восторге, в абсолютном узнала столько потрясающих коллективов наших. Влюбилась во все. И слушая, у меня вот, я начинаю слушать композиции разных-разных коллективов, могу сказать, что мой плейлист, ну, аудиолист, да, он добавляется, пополняется, и мне так приятно, я так горжусь, что у нас на Дону такие талантливые музыканты. И вот сегодня одни из них в гостях. Да, плейлист, я уверен, тебе выполнится еще больше, потому что, конечно же, друзья, у нас живой звук. Совсем скоро МК-60 исполнит свои песни. Но прежде у меня вот такой вопрос, который, наверное, баб задают все подряд, на улице, на концертах. МК-60, почему вы посвятили название своей группы именно аудиокассете? Да, почему аудиокассете? В принципе, очень долго думали, как назвать, там споры были, дебаты, всяческие поиски в интернете, все слова заняты. А потом, в принципе, мы играем музыку, наверное, которая была более популярна в 90-х, вот на которой как раз мы выросли, классический русский рок. И из 90-х, в принципе, название этой кассеты известно всем. То есть мы, когда с кем-нибудь знакомимся, спрашивают, как называется ваша группа. Сколько тебе лет, там, 35, значит поймешь, МК-60. Магнитная кассета 60 минут, да, все отлично. Ну, как бы, музыка из того времени, в принципе, название тоже оттуда получается. Все так совпало. Ну, выступление, я надеюсь, у вас все не только 60 минут. Два по 60 можно, три по 60 концерта и программа. Будем стараться. Сколько существует группа уже? Ну, около полутора лет. Полтора года состав за это время не менялся или все-таки были изменения? Принципиальных изменений не было. Но эти изменения, я уверен, только к лучшему у вас. Ну, мы тоже думаем, что да. Представьте нам, кстати, Александра Дмитрия, потому что я знаю, что его зовут Дмитрий, а больше ничего про него не знаю. Да, как вас? Дмитрий Воробьев. Вот, Воробьев. Да, а вот про Александр, как обычно, покинет наше помещение, чтобы заняться качеством звука, которое, у нас же живой звук, поэтому очень важно, чтобы это звучало. Которое качественнее, качественнее, никогда не с Александром. Да, а я напомню, что лейбл iRecords, который учредил главный приз фестиваля, это запись альбома студийного, и, по-моему, ну, и за это борются наши ростовские группы, и не только из Ростова, и из области, и не только из области. Даже Сочи и Армавир участвуют. Даже Сочи и Армавир уже присоединились к музыкальному фестивалю. Лейбл iRecords работает с 2005 года, имеет около 300 релизов, представлен во всех основных музыкальных магазинах мира, iTunes, Google Play, ну и так далее. И если вы вдруг пропустили наш эфир, или хотите познакомиться побыстрее и более подробнее с участниками фестиваля, то по пятницам в 20 часов 30 минут на радио Ростова. 101.6 FM. 101.6 FM, да. Выходит программа радиоактивности, там вы можете услышать композиции наших дорогих гостей, в том числе, ну и разных групп, которые участвуют в фестивале. Мы, кстати, тоже сможем его услышать, причем в отличие от радио у нас здесь живой звук. По радио что там записи все-таки? Фух, что ли ляпнул. Живой звук, друзья, буквально через несколько мгновений мы услышим первую песню, а уйдем на небольшую рекламную паузу. Кстати, заметила, что у нас количество участников все больше и больше, уже с севера. В следующей пятнице будет 25, я беру. В общем, друзья, небольшая пауза, не рекламная, что это я такое говорю. Курс валюты, погода, конечно же. Продолжаем наше утро, друзья. Оно переросло довольно-таки резко, неожиданно, но очень приятно в музыкальное утро. Обычно по пятницам у нас в гостях группа МК-60, участники отборочного, уже полуфиналисты, как оказалось. Уже полуфиналисты. В фестивале живого звука, в фестивале рока R&D Live 2014. И прежде чем мы слышим первую песню, буквально несколько вопросов. Ну, для начала хотелось бы познакомиться со всем коллективом, о том только с Дмитрием. С Дмитрием пообщались. Дмитрий, представляйте. Ксюша, бэк-вокал, бас-гитара Александр, Андрей, ударная. Дмитрий, Вова, соло-гитара и Михаил Клавишин. Всем доброе утро. Здрасте, здрасте, здрасте. Такие все серьезные, сосредоточенные. Ну, конечно, мы сейчас поспим еще. Вы спите еще? Это сон еще. Вообще поздно ложитесь или нет? Нет. Нет. То есть специфика выступления никак не влияет на образ жизни. Часто много концертов? У нас любят вообще рок? Да вообще больная тема на самом деле. Давайте поговорим об этом. Мы любим. Род, наверное, и любят. Но я почитал тоже то, что ты написала на страничке у себя. В принципе, согласен абсолютно. Мало людей ходят. Не именно на наши концерты. Мы на Пушкинской выступали. 20 коллективов людей было, даже не скажу сколько. Может, там человек 200, наверное. Но очень мало людей ходит. А как вы думаете, а с чем это связано? Тогда был дождь. Ну тогда был дождь, это ладно, тут подсказывают нам. Друзья, ну вообще, с чем это может быть связано? Потому что когда мы поймем причину, мы сможем найти пирюлю от этой причины. Ну так вот, как мне кажется. Ну это зря сейчас, мне кажется. Если бы знать почему. Мы давно уже исправили, да, это. Больше сейчас люди, как мы заметили, играют тяжелую музыку. Такое что-то легкое, очень мало коллективов. Ну а может быть, просто у нас вот нет этой культуры, скажем так. Открылось достаточно много площадок в плане ресторанов вот этих вот. Но еще все любят такую расслабленную музыку. Да. Даже не лаунж, наверное, да. Но при всем при этом нет площадок, очень мало их. Не то, что их нет, их очень мало, где могут выступать наши ростовские коллективы, из области приезжать ребята. То есть вот эти изначальные условия, они не совсем еще развиты. Может быть, в этом кроется одна из причин? Витя, скажите, может быть. Потому что площадок может быть мало, а групп-то много. Да нет, мне кажется, здесь не в этом дело. Допустим, площадок здесь достаточно. В Ростове площадок масса. Что клубы, что открытые площадки. И здесь проблема, вот я вижу лично это в организации концерта. Вот это самое главное, что хромает. То есть, допустим, то, что Дима упомянул концерт, был дождь, да, не подготовлено ничего, залило аппаратуру, и, в принципе, всем все как бы до лампочки было. Мне кажется, фестиваль, в котором участвует, в частности, МК-60, одна из целей фестиваля этого, не только записать альбом победителя, но еще и популяризировать, мне кажется, это направление. Да, и мы всячески этому способствуем. Всячески участвуем, стараемся. Да. Ну, ладно, поговорим еще потом, уже хочется, руки чашутся, уши готовы насладиться композицией какой-нибудь вашей. Что это будет за песня и с чем она будет связана? Это будет песня, связанная, она будет с тем, что нам надо что-то сыграть энергичное, чтобы прослабиться. Песня называется «Пепел». Смотрим с утром. Пепел. Да, чтобы все проснулись. Давайте, друзья, просыпайтесь, МК-60 в студии, погромче делайте свои телевизоры, потому что сейчас будет очень энергичная песня как раз для утреннего эфира. МК-60 в студии, измеряются лица, забываются доски, след расы на ресницах, цвет луны на погостах, возвращаясь в реальность, стук дождя пасчетал. Каждое утро считают минуты, стрелки разбитых часов, взорваны путы и узел запутан пепел, несбыточных снов. Каждое утро считают минуты, стрелки разбитых часов, взорваны путы и узел запутан пепел, несбыточных снов. Сумасшествие в веру, что же с нами случилось? Принимали на веру, то, что нам боль коснилась, возвращаясь в реальность, стук дождя пасчетал. Каждое утро считают минуты, стрелки разбитых часов, взорваны путы и узел запутан пепел. Ууу! Субтитры создавал DimaTorzok Отличное начало, я думаю продолжение будет не хуже, но правда через пару... У всех стрелки часов отсчитывают минуты. Видишь, я завис, когда... Через пару секунд рекламная пауза. Дорогие друзья, восьмое... Какой сегодня месяц? Октября. Какой восьмой октября? Десятый октября. Сегодня у нас гостя группа МК60. Алина Жуидова хотела про творчество поговорить. Я начну все-таки тогда с своего вопроса, раз уж я начал. Он практически о творчестве. Мне просто интересно, вот на ВКонтакте написано, несколькими случайными встречами и совпадениями была рождена группа МК60. Насколько случайными встречами были совпадения? С кем встречались, где совпадения находили? Как получилось, что МК60 обрела свой состав? Ну и Дима рассказывают. Северный микрорайон. Окей, лавочка. Вот так. Вот, начало МК60. С одной стороны лавочки присаживается. Вот этот молодой человек, с другой я. Спасибо за молодого. Старичок. Мы разговорились, и между разговором спрашивают, а ты ни на чем не играешь? Я говорю, ну... Необычный такой разговор. Ты ни на чем играешь? Играл, говорю, лет десять назад на гитаре. А песни не пишешь? Говорю, ну... По молодости там когда-то, в юности писал. А я, говорит, на барабанах играю. Давай группу организовывай. Я говорю, у меня гитары нету, Гарри. Мимо проходила Оксана. Да. Звони мастеру по гитарам. Будет гитара там через пару дней, да? Приносит нам гитару, мы в интернете находим студию. Идем снимаем. Там самый темный, далекий зал без окон, без ничего, чтобы нас никто не видел. Не слышал? Да. Не слышал, не видел. Сначала двоем, потом троем играли. Это потрясающая история. Я честно вам скажу. Ну, я впервые слышу, что так встретились два человека на лавочке. Так самое интересное, что потом выяснилось... Организовалась группа. А, кстати, да. Выяснилось то, что... Почему как бы легко сошлись-то вместе. Оказывается, выяснилось, что мы учились... Вернее, жили в одном районе в Каменском. Учились в одном техникуме. Он на курс старше, я думаю, на курс младше. На одной специальности. И на одной сцене друг против друга, против команды, в КВН еще играли. Оба капитана. Вы еще и вспомнили друг друга. Ребята, это судьба. Я думал, что это судьба. И самое главное выяснилось, что мы братья. У меня есть родимое пятно. Да, да, да. Замал. Идите в фильм. Не показывайте, пожалуйста, родимое пятно у вас. Есть варианты. Он целое родимое пятно целиком. Ну, друзья, вот так вот и такое бывает. Вот такие случайные встречи, они действительно меняют жизнь людей и меняют жизнь даже не только людей, районов и городов. Музыкальных инструментов. Да. Ну, на такой прекрасной ноте давайте петь. Что на этот раз исполнится нам? Следующая песня называется «Раны». Она немножко такая спокойненькая. «Раны» 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 Все решено Прорастает зерно Через чьи-то сомнения Может, мы не туда Свернусь до дома Слишком поздно Слишком рано Зарастают травой раны Сменяется ночь Светкой рассветной Вынесется песня С золотыми листьями Долго будет над нами кружить И уйдет с водой И вспышками свет Слишком поздно Слишком рано Дождь омоет мои раны Дождь омоет мои Белую рубаху надену на тело Струны натянуты Крылья расправлены Ветром свободным Немного распавлю И шагну навстречу Ясному небу Слишком поздно Слишком рано Зарастают мои раны Зарастают мои Зарастают мои Трогательная песня Трогательная песня Друзья Дальше больше У нас еще есть Достаточно времени Чтобы послушать Группу МК-60 Пообщаться Но пока Я предлагаю Оксану вам присесть Единственная дама Среди коллектива Почему? Потому что сейчас Немножко Алина Желитова Будет рассказывать О том что произошло В этот день Давайте послушаем Все вместе узнаем Вы наверняка Не знали Что сегодня За праздники Отмечают Нет Какие даты Вспоминают А сегодня 10 октября Отмечается Всемирный день Психического здоровья И кстати Вот эта музыка Она так успокаивает Настраивает Подумать можно Но МК-60 у нас в гостях День психического здоровья Всемирный И я продолжаю Не сопоставляйте даты Точнее Еще помимо всего Этого прочего Необычный день Необычная дата Всемирный день яйца Может быть это все-таки Мой праздник Всемирный день яйца Ну да У нас два яйца Ну Некоторые люди Вот кто отмечают Этот праздник В 1503 году Монахами Кремля Впервые была получена Русская водка Тоже не промах Изначально она Использовалась Как антисептик И никак иначе В 1865 году Американец Джон Уэсли Хаят Запатентовал Бильярдный шар И это также состоялось 10 октября В 1918 году В России Окончательно И официально Введена Новая орфография В 1933 году В США Поступил в продажу Первый в мире Стиральный порошок В 1993 году 10 октября Начала свое вещание Телекомпания НТВ Это было ежедневное Вещание Она сначала Обещала на пятом Телеканале А через несколько месяцев Уже был выделен Свой телеканал На котором она По сей день и находится Кто же родился В этот день Я спешу Сообщить Бруно Фрейнлих Актер театра и кино Народный артист СССР Родился в 1909 году 10 октября Еще он Мало того что Он много ролей Интересных сыграл Он еще и Дочь замечательную Воспитал Ведь это отец Известная актриса Театра и кино Алиса Фрейнлих Евгений Суслов Телеведущий Диктор центрального телевидения Заслуженный артист России Также родился В этот день В 1937 году Ну и спешим Поздравить С днем рождения Актера театра и кино Григория Антипенко В 1974 году Он родился Юбилей у него В этом году Вырос Сыграл в кино Сыграл в кино Впервые мы Его увидели В телесериале Не родись красивый Такая длительная роль Запоминающаяся Сейчас для Дмитрия Сюрприз будет Я заранее сказал Для Дмитрия И переходим К именинникам Ведь тоже Нужно поздравить Людей которые Носят эти имена И так Виктор, Герман, Дмитрий, Марк Михаил, Петр и Федор Пусть ангелохранители Всегда будут с вами Поздравляем вас Счастья, здоровья, любви и удачи Ну и у меня все А у нас в гостях Группа МК-60 Участники полуфинала Уже полуфинала Фестиваля Ростове-на-Дону Проходящего Живого звука Фестиваль Фестиваль рока Рандэй Лайф 2014 И у меня Вопрос возникает Ну скажем так Исходя из данного события Кому Никому пришла в голову мысль Наверное Все ли сразу готовы были участвовать Или все-таки были в коллективе люди Которые сказали Ой, а может не надо Участники в фестивале не участвуют Нет, такие фестивали пропускать нельзя То есть сразу коллективно Сразу с голосованием Как бы А вообще Вот Много происходит Во многих фестивалях Вы участвуете Выезжаете куда-то Не выезжаете За пределы области Я не вижу Не, за пределы не выезжаем Долго думали Мы не выезжаем Долго Ну в принципе Первое наше выступление Было в Каменске Нам было Два месяца Да, по-моему Да, два месяца группе А это после того, как вы на лавочке сидели Прошло два месяца Да, после лавочки Через два месяца Мы выступили в Каменске В каком-то конкурс Рокстарт Или что-то такое А потом все Выступления были в Ростове В принципе В основном Для нас тоже Это очень приятно Мы играем для своих друзей Собрать клуб Как бы не проблема Там какой-нибудь Снимаем Реклама Ну да Реклама не будет Зовем друзей И уже где-то Наверное месяца Два Мы для них не играли Да? Уже начинается наезжать Когда будет концерт А вот потому что Нужно сегодня включать телеканал Южный регион Дон И наслаждаться музыкой Концерт И в 20-30 еще и по радио Слушать его сегодня Чтобы узнать Когда будут концерты И все остальное У меня всегда Всегда когда в команде Есть представительница Женской половины У меня всегда вопросы возникают И всегда они вопросы У меня не такие как сейчас У меня сейчас Оксан Вот скажите честно На чистоту Как говорится Выпустите наружу Возможно какой-то гнев Возмущение Вы в мужском коллективе Я вспоминаю сейчас Такой сериал как Интернет Когда там девушка И три парня Как она Вот она не могла себя нормально Почувствовать девушкой Все время при ней Мужские всякие там вещи Что происходили Как у вас с этим? Комфортно себя ощущаете? В коллективе То есть никто не ругается при вас? А я вообще Свой пацан получилась Чувствую себя комфортно Поблажки всякие Это хорошо Хорошо мне кажется Когда в коллективе Все чувствуют себя комфортно Я вот тоже себя сейчас Так комфортно ощущаю Пока есть Тем более Тем более Что раз мы уже заговорили О предстоящих мероприятиях Которые Произведут в эти выходные Напомню Что уже завтра У нас очередной этап Фестиваля Третий отборочный тур Третий отборочный тур Да В 18.00 В клубе Стереобаза Все состоится Начало И приходите Обязательно смотрите Наши ростовские коллективы Их выступления Слушайте Наслаждайтесь Их музыкой Прямо сейчас посмотрим Узнаем О других мероприятиях Куда можно Сходить На этих выходных И мы снова в студии Вместе с группой МК-60 И у нас музыкальная пятница Продолжается Продолжается Конечно же С некоторых каверзных И не очень вопросов Я хочу Дим Задать вопрос Вам по поводу Музыкального стиля Почему выбран был Этот стиль А не что-то другое Из того же самого рока В принципе Эта музыка Мне всегда нравилась А кто? А кто вы слушаете? Ой МК-60 Ну помимо МК-60 Кто вот влиял На формирование С стилей? У меня наверное ДДТ ДДТ Ну да А так в принципе И гражданская оборона Нравится И другие группы Которые не в нашем стиле А на тексты Что влиять Когда пишете текст Какое-то событие В основном Какие-то события Не, пишу сам тексты Некоторые песни Если какое-нибудь Событие яркое Эмоционально Рождаются 15 минут Некоторые Месяц-два То есть Бывают и такие Не могу специально Они сначала Просто как стихи Да? А потом Нет Уже сразу С какой-то музыкой По-другому не получается Только какая-то мелодия В голове Зафиксировал Чтобы не забыть В телефончик напел И потом прокручиваешь И потом прокручиваешь И стихи От моей мелодии Ничего не осталось Придумали на репетиции Вова придумал риф Все придумали Какую-то там Мелодическую линию Некоторые остаются Нетронутые Я прихожу принципиально Эту песню Не даю трогать Все Она вот такая Правда Авторское право Все-таки Отстает Ну бывает Такое Бывает А если мы лезем Он нам еду не дает И запирает Насколько Я сказал Паспорта не отдам Если будет Я кстати Сейчас только что понял Что в коллективе МК-60 Меня с самого начала Смутило А потом Я сделал Иначе было нельзя Они же все северные Ребята Я вот смотрю Они все Прямо из народа Люди Практически Пойдешь Пойдешь на северный Посмотришь Там практически Все такие Только без гитар Без барабанов Без клавиш Ты осторож Ты в бабочке Сегодня Можешь Можешь сойти За интеллектуалом А я в центре Итак друзья С удовольствием Сейчас еще одну песню Послушаем Что это будет за песня Песня Странник Первый раз мы ее сыграли Как раз На конкурсе На фестивале Странник Кузьмин По проходим Давал Редактор субтитров А.Семкин В зеленой заре Странник в путь собирается Ведь душа на родной земле мается Собираться намеренно В неизвестную сторону Где солнце небом поделено поровну Город многоэтажками Среди леса застеленый Заливался протяжными трелями Много путнику надо ли Хлеба, соль до весенья Да укрыться в пустой тени селени И мотается время по кругу Отпускаю на волю летит За спиной лишь гитара подруга Опять в пути Опять в пути ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Размышляя за ужин, Голова уже с бростью, И запахла простуженной осенью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Набивает мелодию ветер Опять в пути 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 Опять в пути